В Липецкой областной научной библиотеке раз в месяц проходят дискуссии, посвященные актуальным темам искусства и духовной жизни. В них участвуют специалисты и просто все желающие. На одной из таких встреч, посвященной теме художника и время, побывали наши коллеги из телестудии «Свет в миру». В Липецкой областной научной библиотеке состоялся круглый стол. Его организаторами являются сайт Первого Липецкого благочения и областная организация Союза писателей России. Тема для дискуссии была выбрана непростая – художник и время. Это очень важная тема, потому что сейчас искусство коммерциализируется. И, к сожалению, вот истины, то есть чему должно служить собственное искусство, там должны быть три критерия – истина, красота и добро. Но, к сожалению, сейчас это вытесняется из искусства, и искусство начинает служить мелкой буржуазией или черни, как называл Пушкин, определенную часть общества, которая интересуется такими срамными вещами в искусстве. «Как отличить подлинное искусство от ложного? Какова роль художника в искусстве? А также его ответственность перед обществом и Богом?» Эти вопросы стали предметом обсуждения интеллектуального вечера, в котором приняли участие ученые, поэты, писатели и читатели библиотеки. «Мы времена не выбираем, мы в них живем и умираем. Дело в том, что времена меняются, но истинное творчество, оно остается, потому что это то творчество, которое затрагивает глубины души человеческой. И вот сегодня, наверное, я думаю, пойдет вопрос именно об этом. Каким бы тяжелым ни был век, но художник, превозмогая все тяготы жизни, он все-таки должен отражать, идти за истиной и служить истине, а значит, не служить так своим творчеством, чтобы не лишить человечества надежды на спасение». «Сейчас искусство ушло от принципа самосознания, и это ужасно. Я называю это восьмым смертным грехом, когда русский народ не знает свою культуру и не знает самих себя. Для Пушкина первая из наук была познавать самого себя. Пушкин познает сам себя, как бы читает себя, как книгу, и он судит себя. Не зря же он дописал. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смывая». Подобные встречи в областной научной библиотеке проходят ежемесячно. Приглашенные эксперты вместе с читателями обсуждают вопросы духовной жизни, проблемы культуры, искусства, поэзии. Следующий круглый стол состоится в феврале. Павел Колобаев, Евгения Хридина, телестудия «Свет миру Липецкой епархии» для православного телеканала «Союз».